Как обычно, я не могу посетить город, но я не могу посетить. Так как я могу видеть в машине, выглядит красиво, холодно. Ему понравилось, его впечатление, что холодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диего Лазанова, знаменитый шоколадье, давно хотелось побывать на его мастер-классе. Диего знаю давно, так как сама связана с этим кондитерским делом. Читала о нем, также узнала о нем от своей знакомой уже, Нины Тарасовой. На мастер-класс ходят не за рецептами, на мастер-класс ходят за фишками от шефа. У каждого свои фишки. Диего очень позитивный человек, с ним очень легко. И то, что он делает, я думаю, мы сможем в дальнейшем использовать в своей работе. Ну, мне интересно направление конфеты сейчас, то есть я планирую как бы во фишки вводить данный продукт. Ну, и тем самым как бы на этом мастер-классе хочу подчеркнуть для себя что-то новое, какие-то новые идеи, возможно, какие-то новые принципы работы, подходы к этому продукту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На мастер-классе встретились люди абсолютно разные, с разными навыками, то есть от начального до уровня уже мастеров. Я взяла для себя некоторые техники, с которыми он работает. Мне очень понравилось, как он делает вот сейчас подготовку к шоколадной скульптуре. Я вижу там для себя такие открытия. Несмотря на то, что мастер-класс еще не окончен, за эти два дня он нам рассказал очень много новых фишек, своих секретов, поделился с нами многими нюансами в работе шоколада. То есть у меня есть какие-то определенные навыки, но здесь я опознала новые методики, попробовала работать с шоколадом. Сам мастер-класс приходит очень позитивно, потому что Диего очень общительный, очень веселый. Изначально казалось, что все будет проходить очень долго. На самом деле все приходит на одном дыхании. То есть мы начинаем, и вроде бы день пролетел, все очень быстро и позитивно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диего восьмикратный чемпион Бразилии именно по шоколаду, и, соответственно, его скульптуры, создание его шоколадных работ, для меня было важно именно это, узнать, какие текстуры можно создавать, его именно техники, то, что делает он. Очень много нюансов узнала таких, как работать с шоколадом, что он очень капризный, и к нему нужен особый подход. Так как я работаю шоколадом и разрисовываю фигурные сладости, меня этот вопрос очень волновал. Диего все доходчиво объяснил, показал на примере, как работать, что нужно делать, как смешивать. Поэтому сейчас только остается это переваривать и все его знания применять в действии. Да, это была очень хорошая группа, они были интересны, они получили много вопросов, они помогли нам очень много, так что это было интересно, это было три дня, которые мне понравились очень быстро. Это была очень хорошая группа, они очень хорошо работали, помогали, задавали много вопросов, три дня пролетели очень быстро, как один день.